а он сам открывается ни хрена себе максимально максимально до летим а телевизор есть холодильник стиральной машины нету тоже так вот тут сидела восьмидесятка насколько я помню и валера очень жесткая он витя еле 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 проехал сейчас мы попробуем уазом глубину чтобы понимать что что нас ждет ну так ну пробил да вот так как он сейчас едьте нормально потому что тут на самом деле на самом деле очень очень жестко может быть рядом асфальт люди сотку идут вообще не сложно а тут уже а тут уже сложнее оказалось не не уже все ведь надо вперед тянуть да непреодолимая может для мл место оказаться хотя надо было левее до права сбросила его я думаю вас сейчас сможет так белые кроссовки пока белые я думаю они белые белыми что серьезный внедорожник ты намекаешь видя ну давайте руки длиннее пробуй я буду я буду резервом так какими-то неимоверными усилиями видите удалось зацепить тяжело там очень как-то крюк глубоко хотя большой шага влазит все-таки серьезный внедорожник ничего не скажешь так не у вас я уже запереживал шуаз подсел там кстати следующая лужа там где у вас он меняет траекторию уже опыт витя за последние не копай за последние несколько афроудных выездов опыт получил но он и до этого и сам катался трасс стой здесь обломался его есть где обломал ты не закрутил до загрузил ну походу не докрутил и обломал не шакал погнул ну пока пока да шакла нету больше а ты на рельсу идешь сейчас будет экшен по выравниванию шакла ну я думаю что шансов практически нет ну это витя а он может многое фары береги идет мне кажется попадешь ты в канал диска варим или national geographic если ты его выровняешь ну блин я еще так удивился что как он выпасть мог знаешь думаю оторвали что-то в праде но в новом правда сложно оторвать и не было такого рывка понимаешь она просто спала и все и ты поехал но пришел жестко подойти к моменту в нашу в лоб не улетел действенно продолжает кузническая кузнец что там большое такое ухо да и стропа не зайдет хорош права роль хорош хорош акуаз акуаз подолго заводился и газой в азарте в азарте говорит дозированного газа говорит в азарте нереально это проконтролировать все так а на самом деле мэлу или назад оффроуд или вперед так друзья ну что мл на танковой это это жесть прада не уверен что поедет может и поедет не он внедорожник йоханый бабай да афроуд перестает быть томным а хорош ну в общем я свет взял с собой то надо было левее но ты просто вам надо было вдвоем ехать сразу это танковая так колесо задняя правая под водой полностью передняя меньше так у вас спешит на помощь так ну теперь разворот теперь как вернуть мл на твердую землю на большую пока непонятно да да вот так сейчас вдвойне трос я таким тросом лексус не скучно грандом вытащил вдвойне сложили и получилось но тут более лютый оффроуд да рано зацепил попроси андрюха подъедет а certification канал ты верил как он заводится и холостЫе какие как его можно продать это как родину продать почти ну трос ну трос видя мой трос не потерял ты а шакал новый не газу и андрей вообще не газу хорош 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 этот трос так о знакомая ситуация перехвалил блин идет идет потихоньку не газой не газу и хорошо хорошо все давай по чуть-чуть так дергай по чуть-чуть идет андрюха не газой я не руль правильно стоит все правильно да да он в колее как раз нормально тебе ближе посмотрим чуть-чуть левее руль чуть-чуть левее да хорош чуть-чуть правее да я вижу что ты уже сам закапываешься да да по чуть-чуть сейчас не сдвинул отпусти пусть переедет не 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 ни в коем случае смотри сейчас сейчас мы к этому тросу добавим тот тот вдвойне тоже бросим понял вдвойне через этот и все витя стой стой хорош схема проверенная так теперь задача как вы не тимал отсюда там же ж рамы нету так не подергая жестко натянул натянул хорош вот так правда сбрасывает и сбросила опять самую жесть но пока тоже не уже он провалился опять да чуть вправо руль чуть-чуть вместе едете до сухого чуть вправо руль андрюха вправо чуть руль хорош не копай блин друзья ну правда на танковые 150 с пробегом 43 тысячи и стоковый уаз и опять он не выскочил так друзья ну они там как-то чуть-чуть выехали ну правда есть правда она более готова к тому месту где мы находимся а вот мл больно сейчас будет экшен в темноте конечно но не знаю я витя я бы развернулся пили я тоже поеду ну блин не на эмэле только у меня нет эмэла бы ой блин экшен начинается опытный штурман садится в мл ну не знаю давайте смотреть вместе ну его сбросит может не сбросит он все-таки полегче хотя 63 шины зимние может чуть лучше действительно ну сейчас будем смотреть не знаю что из этого получится пытаются под самый выдели там даже туманки как-то там гаснуть по очереди натяжку как я витя учил натяжку красавчик это офигеть просто это просто офигеть где он проехал у меня нет слов я не знаю что вам сказать просто это просто офигеть тут где мы правда три раза дергали он проехал и продолжает ехать посмотрите как 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 он это делает и там правда ему помешал то никто не думал что он туда доедет андрюха обвинили в заторе на танковой это вообще шок просто просто шок глянем он продолжает анкита все до блокировки видно срабатывают какой-то афродный это вообще я не могу я ничего понять не могу вообще едут пацаны это дерево это кожа охренеть можно так как 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 он видит видишь за мной след след я еду специально по трейтой и мы уезжаем так а как это происходит как это происходит дверь говорит надо закрыть то закрытая дверью все могут ехать летим что поехали он не проедет но типа испугается понял так давай уберем ее слышишь и дня действительно он там что-то себе оборвать может как-то маньяк на prado тут кстати концовка такая совсем не простая тут ладно будем пробовать вариантов все равно никаких нету у кого это это не у вас не у нас а колесова подушка лопнула прикинь на чем найм или чего ты думаешь ну уверяю тебя подушка стрельнула на эмэле охренеть охренеть она попала короче витя исполняет короче шиндорахнула подушка морда упала это был взрыв подушки витя сразу как опытный автомобилист джип движение он недавно говорит я даже знаю где продают круглосуточно сейчас поедем купим и поменяем охренеть подожди что ты про пробил дорогу а там дали а дальше вот это вот это убить подожди тут пенек блин стой на какой-то кирпич тут или что это повезло что в таком удачном месте же выезд есть вот асфальт друзья ну вот в этом месте можно покрутиться хотя стой тут давай максимально максимально уберем потихоньку я говорю там очень медленно потихоньку потихоньку не спеши ну еще в удачном месте что есть повезло все имел на свободе что там я я предлагаю ставить ехать до конца алё ребят добрый вечер подскажите пожалуйста на эмельку 2007 год 63 подушечка есть правая передняя правая передняя правая передняя правая вот смотрите в двух слов чтобы вы понимали суть подушки амлешно-лесные обычно у них идентичны а амортики разные понял по баллонам есть по новейшие три варианта 150 долларов 170 и 300 150 долларов это будет заводской китай с гарантией в месяц 170 долларов это заводской китай с гарантией в год а гарантия от тебя да да то есть мы набиваем все тогда дружище я определяю 170 может про 300 не говорить 170 гарантия год не подходит и через два месяца его продам и этот все спасибо услышал я сейчас буквально 30 минут определяемся набираю спасибо поехали прям сейчас забрали прям сейчас поставили и возвращаемся доехать и возвращаемся доехать возвращайся 170 долларов прям сейчас а ты брал доллары с собой да вот так владельцы МГ ездят на фрон по танковой в общем танковая вот посмотри какая красота закат что мы дальше поедем а вдруг мы застрянем то чуть-чуть там да правда мы сейчас до конца до лагеря офигеть вообще просто немножко если бы на час раньше мы выехали да да вот этого часа не хватило как и планировалось как и планировалось на шесть да это из-за тебя все так экипаж перебрасывается в Прадо по машинам ну что Прадо не перегружать машина то не такая уже надежная как как у вас ночной режим включили хорошо идем хорошо а кто это идет это Вася Вася идет до верного Прада да так умный Александр а Александр что мне Вася говорит подожди 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 так стекла вот так немножко грязные так уступаем Прадо дорогу хорош хорош что в ней стоять какая лужа хорошая да сейчас я его сфотографирую красиво так так смотри следи за ним чтобы он не чтобы он не потерялся стой стой пусти его вперед видите Витя не мешаем да нет что он пусть едет а блин там мусор строительный видишь да ему вправо надо уйти тут хорошо танки размесили кстати видно недавно ездили все сел думаю да думаю повис да да Дрех ты не сел да нет тут размешано жестко да видите что мы ели ездим или не сел стой стой тут чтоб колеса не пробить не сел не сел что там я правее буду брать Андрей ты едь прямо посредине там спокойно не не посередине не едь бери по краям краями вот так справа влево справа влево пробуй так и едь вот сейчас руль вправо и туда на бугор попробуй стой Витя да аккуратно а то сильно не газуй так в натяжку ровняется нас не остановить в общем называется вот таким он смотри как опыт у него появляется на глазах ты посмотри что творишь все он как руль стоит газ в пол нет 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 чуть правее чуть правее ровно руль ровно руль не надо он там сейчас провалится там глубоко давай делай ровнее вперед ровнее на край едь правее руль правее да еще вот так все поехал я бы это не делал стой назад я бы это не делал скорей по колее там не смотри там провалится ну подожди покажи там глубоко я тебе говорю а это для тебя не глубоко он без протектора понимаешь Не, я понимаю, но ты видел, мы только что через барьер, да? Он без протектора. Блин, а куда ты уехал? Он уехал, оставил его одного. В этой жести. Я ему дал разбега. Да что же разбега? Ладно, давай. Осторожно, ведро. На грани застревания. Витя, мы на грани застревания были. Это просто бешеный маньяк на УАЗе. 400 тысяч комаров сдохло, пока он выезжал. Да, да, сейчас. Палка. Тут бревно. Что, пробую потихоньку. Пробую. Сильно только не газуй, чтобы не закапываться. Когда 280 лошадей. Давай. Давай. Влево, руль. И поехали. Давай. 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 Влево, 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 влево. Влево, влево. Влево, газу. Повис. Назад. Назад, подивой. Оп, стоп, стоп. Не надо такого шага большого делать. Давай я туда вылезу. Андрей, пожалуйста, просто слушай или... Дядь, слушай, поставь руль влево. До упора, до упора влево. Все. Андрей, 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 просто посмотри на меня. Давай, выдохнем. Поговорим. Окей? Смотри, мы с тобой делаем одну траекторию. Вот это влево и выезжаем. Правое колесо в полу. Кроссовки еще белые до сих пор. Вот, правое колесо в полу, а левое в полу. Вот как стоит твое колесо. Андрей, вот так вот мы и едем. Понял? Вот так вот. Все, тогда садись, включай трафик, нажимай газ влево. Блокировка включена задняя? Пока она не остановится, газ не отпускай. Все, и щелкну. О, помчай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Газ, давай, давай. Чуть не проехал. Назад, назад, назад метра два. Нет, нет. Нет, нет, ровно руль. Метра два. Стоп, стоп. Теперь вперед, со всей дурью. Только плавнее, плавнее трогайся. Давай. Плавнее это называется. Тихо, пусть едет, подожди. Охренеть можно. Тут строительный мусор, по которому мы два раза уже или три проехали вперед-назад. Такси подано. Карета подано. Еду, еду, Андрюха, держись. Итак, слушай дальше, друг мой. Дальше веселее. Мы сейчас с тобой едем, я еду первый, ты за мной. 10 метров разницы. Колья в колью едем. Андрей, ничего больше не делаем. Мне надо перестроиться. Не, я же сам к тебе перестроюсь. А, давай, давай, давай. Точнее, я перестроюсь уже на том островке. Я перестроюсь, а ты просто по прямой сейчас. По этой, как стою. Да, да. Только ровно руль. Лево руль, влево руль. Нет, влево. Все, все, стой. Что, он едет? Здесь остановись, Витя. Я понял. Едем? Стой, стой. Едет, едет, едет. Так, продолжаем двигаться. Ого, тут жесть перед ней. Стой, 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 здесь стой. Покажи ему, чтобы стой. Покажи, помогай. Погавай, чтобы он остановился где-то на островке нормально. Ёханы бабай, вот это жесть. Он на нормальном месте стоит? Стой, стой. Тут какая-то полная жесть, короче. Полная жесть, короче. Друзья, полная жесть, короче. Тут покрышки. И расколбас. Но я думаю, тут очень сложно сейчас будет. Не знаю, сейчас что тут будет. Сейчас посмотрим, в общем. Там какие-то стратегии разрабатываются. Так, друзья, ну... Я решил выйти. Во-первых, УАЗу легче. Во-вторых, с улицы чуть комфортнее. Ветхо по голове попало немного. Кабриолете. Так, ну что, правда? С УАЗом как бы... Понятно, тут такая жесть. У УАЗ едет ему... Легче. Легче. А? Я думаю, наверное, ну и он... Чего? Сидит три лужи, сзади ты будешь сидеть. Я знаю. Давай, развернуйся, Влад. И выведу его через... Через кусты. Так, ищем выход. Все-таки... Немножко сложно, Витя. У вас, да, там заход делает заход-вход-выход. Так, друзья, сейчас... Выход с танковой. Тут пару кустов убрали. И осталось выскочить. Заворачивай, заворачивайся. Андрей, там колья тебя будет сценивать. Тебе надо попасть раньше. Еще, еще руль влево и назад. Все. Это танковая. Справа. Влево. А это выход. Ой, точнее, влево. Да, смотрите. Выезжай, это наметен. Посмотрите на это Прада, которая блестела. Пошел. Влево, влево. Пошел, пошел. Все, по прямой, по прямой. Потихоньку, потихоньку. Все, отлично, хорошо. Медленно, медленно, не спеши. Отлично. Вот для этого дается классу. Медленно, медленно. МЛ-ку заберите, встречаемся на базе. МЛ-ку. Кумас, ты где? Все, давай, давай, прыгай. Витя, отходи там. Есть, отходи. Едет кто-то. Так, ну что, все, мы выскочили тут. Ни хрена не видно, где. Вот тут мы выскочили. Да, вот вам и УАЗ, друзья. Который просто показал себя нереально в этой жести. Просто стоковый УАЗ с обычными родными шинами. Так, заканчиваем наши. Ну, оффроуд завершен. Едем на базу. Едем на базу. Там сейчас посмотрим, что у нас. Какие потери. В таком состоянии машины. Кабрио, это шикарно. МЛ впереди. Вот это не заочковал. Представляешь, как он едет? Поверил в меня. Ты понял, я его вдохновил. Как он едет вообще. Такой ведь был сегодня вечерний шикарный оффроуд. Я думаю, вам понравился. Подписывайтесь, ставьте лайки. Поделитесь. Комментарии напишите. Обязательно. Помогите. Помогите. Это же делается не только для себя. Еще и для вас показывается, так что оно делается. Да, да. Активность, это важно. Это, видимо, маньяк. Нереальный просто. Это, блин. Такой оффроуд. Это он организовал. Неожиданно. Грязь даже на зубах. Я жую, понял? А я весь в болоте вообще. Где-то по своей инициативе, да? А где-то меня кормила Прада. Я, 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 мальчики, сошел, как ты сиганул, конечно. А я говорил, что там много, Руслан, много лететь. Нет, сапоги тяжелые я не рассчитал. Кроссовый как бы долетел, конечно. Да, Вазик, конечно, сейчас помыть. И завтра на рынок. Ни бито, ни крашено. Все дела. Вазик просто нереальный. Тут диоды уже повесили. Фонари такие красивые. Так, друзья, мы на базе. Так, вот подушка, которая лопнула. Тут, тут повыше с этой стороны, да. Прада выглядит немножко по-другому. Это жестко. Ну, все своим ходом вернулись. Все нормально. Кроссовки белыми остались. Кроссовки остались почти белыми. Что значит, правда. Ну, что нельзя сказать про тех людей, которые уходят в черных. И на УАЗах. Пошли, историю расскажу. Как сегодня у нас машина сама поехала. Машина поехала немножко. Пошли, пожалуйста. Немножко в боксе. Умывальник чуть-чуть. Офигеть, фара. А, хоть одна сторона. Кокот был открытый, и его тоже отломало. А вот он стоит, со всеми кишками повырвало. Ёлки-палки. Это жестко. Так, на ровном месте она на 800 поехала вперед. Ну, блин, еще. Так, а ударилась, заглохла? Нет, ударилась и начала буксовать. Ты представляешь, это же дизель. Да? Да. И стояла, буксовала. Это тягач. Ну, зад легкий, да, спас лучше? Да, да, и все. И он будет стоять и буксовать. Так, друзья, ну все. МЛ на парковке. Подушку завтра. Видите, вы видели, звонил. Подушка есть. Три варианта даже подушек. Три варианта подушек. Так что, проблемы никакой. Катнули круто. Стоковый Prado. Стоковый УАЗ, конечно. Круче по проходимости. Ну, там в основном из-за шин, наверное. Ну, из-за шины и из-за веса, наверное, так правильно сказать. Тут заезд на базу такой. Не танковый, но все равно веселый. В общем, будет еще много интересного. Делитесь, подписывайтесь. А я еду домой. Всем пока. Нас обгоняют. Ребята заехали на мойку, помыли стекла. Чтоб можно было ехать по городу. Да, катнули круто просто. Что тут скажешь. Нормально. Нормально. Там мне грязи не боятся. Это точно. Это точно. Редактор субтитров А.Семкин